Мы все живем в казачьем краю на Кубани. Возрождение и развитие кубанского казачества в последние десятилетия стало одной из самых ярких примет времени. А будущее казачества в пополнении его рядов, что и происходит. О том, как идет воспитание настоящих юных патриотов Отечества, шла речь на круглом столе, который провел глава Славянского района Роман Синеговский. Участниками встречи стали руководители казачьих школ, казаки-наставники, педагоги, ребята-лидеры казачьих классов, а также заместитель главы по социальным вопросам Виталия Цитаренко и председатель совета Григорий Литовко. На это мероприятие были приглашены директора казачьих школ и тех, где есть классы казачьей направленности. Преподаватели, активные учащиеся казаки, все они так или иначе задействованы в этом важном деле. Около 2300 юных славянцев воспитываются по казачьим традициям. Глава Славянского района подчеркнул, что есть необходимость всем вместе обсудить положение дел, говоря как о положительном опыте, так и о проблемах, решения которых улучшат работу. Казачество на Кубани и все, что здесь связано, это наша национальная идея. Это слова, кстати, губернатора Венина Чкандрата. Поэтому хотелось бы, чтобы это действительно была наша национальная идея, чтобы мы, еще раз говорю, подходили к вопросам неформально, что красиво, фото, линейки и все остальное, чтобы был казачий дух, казачий характер, навыки. Хороший опыт позитивного развития накоплен в 11-й школе хутора Маевского, которая уже 7 лет как стала казачьей. Выигрыши оказались все. 4 года небольшая 11-я школа держит лидерство по физподготовке в малых казачьих играх. Мы являемся бессменными победителями уже 4 года. Это приятно, потому что в районе Спартакиаде раньше мы таких мест не занимали. И вот с прошлого года уже даже в юношеских играх, хотя дети у нас небольшие, наступают за казачье общество, мы занимаем второе место, и третье место у нас было, уже призовые места. 16-я средняя школа имени героя России гвардии майора Сергея Геннадьевича Таранца хорошо известна своими прекрасными результатами в казачьем образовании. Учащиеся школы очень частые участники торжественных мероприятий патриотической направленности в нашем районе. Среди ребят казачьих классов у нас нет правонарушителей за все эти годы. У нас сложился давно уже свой уклад, устойка детских классов, где у ребят существует работающие и на бумаге, и на работающие в жизни самоуправление. Мальчишки вот это могут подтвердить. Здесь они самостоятельно работают со своими командирами. Далее ребята сами предлагают, выходят на наши советы педагогические, предлагают какие-то решения. Ребята из кадетских классов успешно учатся, ведут общественную работу, много занимаются спортом, туризмом, тхэквондо, рукопашным боем. К разговору подключились преподаватели, ведь они находятся ближе всех к учащимся, не понаслышке знают их потребности. Тема обсуждения и сами возможности круглого стола пришлись педагогам по душе. Когда занимаешься воспитанием подрастающего поколения, хотелось бы, чтобы все было замечательно. Болеешь душой по этому вопросу, и хочется, чтобы было так, как нигде, чтобы лучше всех. И поэтому вот замечательно, что сегодня нам выпала такая честь высказать свое мнение. Не обходили выступающие стороной проблемы, связанные в основном с материально-техническим обеспечением. Активно выступали славянские казаки. Очень интересовало участников круглого стола и мнение учащихся, которые рассказывали, как они живут и учатся. Люди удивляются, что, а вот зачем тебе это нужно? И ты просто понимаешь, что это нужно не просто для того, чтобы, ну вот, вырастешь ты и все, и запросишь дело казака. Это нужно тебе для будущего, это пригодится тебе в будущем. Ты будешь расти, ты будешь подниматься, ты будешь больше знать, ты будешь гордиться тем, что ты вырос на казачьей земле, ты будешь знать свою историю, ты не забудешь ее. Подвел итоги круглого стола Роман Синеговский, который призвал всех относиться к делу без формализма, добиваться во всем отличных результатов. Власти будут содействовать этой плодотворной работе. Взаимодействие между казачеством и образовательными учреждениями, оно с каждым годом становится более тесным, плодотворным. И сегодня мы уже понимаем, что одними, пусть даже хорошими, но разовыми мероприятиями здесь мы не охватим уже тот процесс, то движение, которое должно быть у нас на территории района. То есть это должна быть целенаправленная, целая программа о казачестве. И над этой программой мы сегодня, конечно же, работаем. Благодарственными письмами за верность традициям предков и стремление личным примером возрождать казачью славу были награждены учащиеся. Кроме того, всем участникам круглого стола вручили большую книгу о Славянском районе. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Калинин. Программа «События».